В Свердловской области пропала 35-летняя путешественница из Перми Анастасия Пыхтеева. В минувшие выходные молодая женщина отправилась в турпоход в Нижнесергинский район. Оставила свою дочь своей матери и обещала вернуться вечером в воскресенье. Ее машина найдена в городе Михайловске, а сама женщина пропала. По словам матери, Анастасия имеет высшее экономическое образование, работает аналитиком, а все свое свободное время посвящает путешествиям по Уралу. За 10 лет турпоходов она обошла почти всю Челябинскую область, Пермский край Башкирию и Свердловскую область. Нижние серьги, куда она отправилась в минувшую субботу, для нее также были и схоженными местами. Но Настя любит находить заброшенные деревни, забираться в пещеры, говорит мать. Пыхтеева имеет свою надувную байдарку и высока вероятность, что в ее планах был именно сплав по местным рекам, скорее всего, Серге или Демиду. Однако доподлинно маршрут и способ ее путешествия, а также планировала ли она совершить поход в одиночку или с попутчиками, родственникам Насти неизвестно. Тревогу они забили только в среду, 2 июня, когда стало очевидно, что Анастасия не просто задерживается, с ней явно произошло что-то чрезвычайное. Опасения родственников нашли поддержку правоохранителей и многочисленных волонтеров. Следственный комитет в тот же день, что бывает нечасто, когда речь идет об исчезновении взрослого человека, возбудил уголовное дело. Вот как в ведомстве прокомментировали такое решение. По данным следствия, 29 мая 2021 года указанная гражданка на принадлежащем ей автомобиле с целью туризма прибыла в город Михайловск Свердловской области. Оставив автомашину на городской плотине, женщина добралась до города Нижний Серег, откуда началась сплав по реке на Байдарке до села Ракаева, куда так и не добралась. С учетом того, что у женщин не было основания, чтобы куда-то налить на время убывать, не предупредив об этом родственников и знакомых, а также с учетом ее устойчивых социальных связей в виде семьи и постоянной работы. В данной ситуации следствием СКР принято решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбужденного уголовного дела. Уголовное дело возбуждено по 105 статье УК РФ. Убийства. На то были веские основания. В первый же день поисков полицейским в Нижних Серегах удалось установить, что банковской картой Анастасии Пыхтеевой пользовались в продуктовых магазинах города. По ней покупались продукты питания и бутылка коньяку. Но кто покупал? Сама хозяйка карточки, ее спутники или люди, возможно, противоправно завладевшие средством ее расчета? Сама Анастасия, по словам ее подруг, вообще не пьет. Однако путешественники часто берут с собой крепкое спиртное на всякий случай. На случай болезни, ранения, а также в виде твердой валюты для непредвиденных расчетов с аборигенами или другими туристами за какие-либо услуги. Поэтому покупка коньяка не так удивительна, как тот факт, что продукты и спиртное покупались тремя транзакциями. Это мог сделать человек, не знающий пин-кода карты, а потому не имеющий возможности расплатиться на сумму свыше 1 тысячи рублей. Отсмотрев записи камер видеонаблюдения из торговых точек, а также опросив продавцов, полицейские пришли к выводу, что покупки в магазинах совершали два местных жителя. 43-летний Алексей Еремеев и 25-летняя Ольга Васева. Направившись к дому Еремеева в район курорта Нижней Серги, сыщики подозреваемого не нашли, как не нашли его подругу Васеву. В тот же день, вооружившись ориентировками, полицейские начали поиск подозреваемых. Параллельно развертывались и поиски туристки Пыхтеевой. Машина Анастасии, вот этот серебристый Рено Сандера, как уже было сказано, была найдена в Михайловске. Машина припаркована у плотины городского пруда. Двери машин закрыты, внутри только детское автокресло. Это может означать, что Пермячка доехала до Михайловска, взяла с собой вещи, которые нужны были для похода, и дальше отправилась на такси или попутках, с тем, чтобы завершить сплав рядом со своим автомобилем. По словам участников туристического сообщества «Ураловед», Настя так поступала и раньше, во время предыдущего сплава по серьге. Также поступают и другие водные туристы. Поскольку покупки по банковской карте Пыхтеевой совершались в нижних серьгах, можно предположить, что и в этот раз Анастасия планировала поступить так же. В ходе начавшихся поисков полицейским и волонтерам отзвонились несколько очевидцев, таких же туристов-водников, которые могли видеть Анастасию на серьге в минувшее воскресенье, то есть в тот день, когда она планировала закончить свой поход. Одни уверяли, что видели в одиночку гребущую в байдарке девушку, другие, что та примкнула к группе туристов, третий, что одинокая байдарошница причаивала к берегу с целью устройства временного лагеря. Никто специально Анастасию не фотографировал, но некая девушка случайно попала на фото туристов, вот как на этом кадре. Доподлинно известно, что с собой у нее была палатка и спальный мешок. Пока волонтеры продолжали с помощью лодок и дронов искать следы пропавшей туристки, в Нижний Сергей из Екатеринбурга в помощь местным оперативникам прибыли опытные сыщики-исследователи. Исчезновение разыскиваемого Алексея Еремеева, расплатившегося карты пропавшей, было подозрительно еще и потому, что тот находился под домашним арестом и не имел права покидать свое жилище. Мужчина подозревается в совершении сексуального преступления в отношении несовершеннолетней, а прежний послужной криминальный список Алексея еще более обширен. В 2005 году Еремеев был осужден к 8 годам колонии строгого режима за изнасилование, совершение иных действий сексуального характера и разбой. Вышел из колонии в августе 2012 года, а весной 2013 года вновь угодил за решетку за грабеж, похитив два сотовых телефона у сотрудницы курорта Нижней Сергеи. Свою вину Еремеев тогда признал полностью и попросил суд об особом порядке рассмотрения дела, за что получил полтора года общего режима. Но параллельно с этим преступлением правоохранители расследовали еще целый ряд криминальных похождений Еремеева, совершенных им в том же 2013 году. За пару зимних месяцев он умудрился совершить четыре кражи, опять же сотового телефона, а также строительных инструментов, алюминиевые посуды и электродвигателей. Особо удачным для вора тогда оказалось хищение двух килограммов сала, пяти килограммов гречки, вермишели, риса и куриных окорочков. При задержании Еремеева полицейские обнаружили у него несколько автоматных, винтовочных и пулеметных патронов, а еще шесть граммов марихуаны. Так что к кражам добавилось незаконное хранение боеприпасов и наркотиков. С учетом ранее вынесенной судимости, Алексей тогда вновь получил восемь лет строгача. И если отмотал весь срок целиком, то должен был освободиться только в начале этого года. А выйдя, вновь оказался под подозрением в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней. Почему суд избрал в отношении такого рецидивиста домашний, а не реальный арест в качестве меры пресечения, вопрос, на который, видимо, еще предстоит найти ответ. Задержателям Еремеева и его 25-летнюю подругу удалось только сегодня утром. По неподтвержденной информации, у них были обнаружены вещи, принадлежащие пропавшей Анастасии Пыхтеевой. Сейчас следователи СКР продолжают допрашивать задержанных, но уже определенно понятно, что к исчезновению туристки они имеют прямое отношение. ТАУ продолжит следить за расследованием этого преступления.